В зале собрались в 11 утра, а к рассмотрению повестки дня приступили только ближе к четырем. На протяжении всего дня между депутатами возникали конфликты и противоречия. Владимир Буряк неоднократно призывал присутствующих перейти к решению вопросов, а не заниматься политическим шантажом. У нас противостояние, шантаж, легкий шантаж. Не и половина депутатов, и другая половина депутатов. И только что-то не так, а я сейчас воспользуюсь своим правом и начну правки шлепать. Камнем преткновения стал проект решения о перечне документов для препаратов, необходимых для борьбы с карантинными растениями. На профильной комиссии к данному документу у депутатов вопросов не было, а вот на сессии появилась масса поправок. Больше всех их подал депутат Виктор Прит. А почему не было замечаний на комиссии, я вам скажу очень просто. Потому что Виктор Иванович очень редко на ней появляется. Он, наверное, очень занят своей временной комиссией. Да, это обычный пиар. Одну правку отклонили, поступила другая, практически идентичная. И так шесть раз. Виктор Иванович, что вы занимаетесь с Чепухойской? Скажите, пожалуйста. Ну, я как депутат имею право вносить еще раз правку. Что, издеваетесь? Сейчас несу. Вы все правильно сказали. Вы все тут работаете для того, чтобы наше место было лучше. А Виктор Иванович захотел писать правки. Вот хай пишет, он же депутат. Будем сидеть, пока он будет писать. Слово менять, шея будет что-то менять. Поэтому зарегистрируйте, пожалуйста. Можно время менять? Я понял вас. Издевайтесь далее. Несколько часов депутаты не могли приступить к рассмотрению проекта решения. Заседание искусственно затягивалось. Владимир Буряк высказал свое видение ситуации и подчеркнул, не позволит некоторым депутатам руководствоваться личными интересами в решении важных для города вопросов. Что вы творите сегодня целый день? Департамент управления, взявши на себя эту работу, ему теперь кажут. Ага, что же ты не делал такой-сякий? Ты не прав. Мы правы. Так что вы целый месяц делали? Больше три месяца. Ну и хай рейк. Вот что вы делали? А теперь кажете, каждый сидит, правочку в нос и говорит. О, Эделев, нехороший. О, Золотарев, нехороший. Не вниз, не туда. А что вы на комиссии делали? Один, глава комиссии экологичной, другой временно, как правительство раньше временно было, так сегодня темчасово возглавляет. Только у него ил. У него до этого не относится, потому что у него хата там стоит. На сессии поднимался вопрос ремонта дороги на плотине Днепрогэс. В свое время строители положили здесь асфальт на металлическое покрытие. И это создает много проблем в ремонте полотна. Получается, что из того конденсата, который возникает при смене температур, времен года и тому подобное, естественно, это покрытие приходит в негодность. И поэтому нам приходится каждый год его ремонтировать. Эта дорога находится в ведомстве компании «Укргидроэнерго». Есть проект по капитальному ремонту покрытия. Но для его реализации движение на плотине придется перекрыть на несколько лет. По данному проекту нужно, если мне не изменяет память, на три года закрыть одну сторону движения, для того, чтобы провести ремонт козырька. И потом еще примерно на полтора-два года закрыть полностью движение на нашей плотине. Это проект рассчитан на пять лет. В ходе сессии депутаты поддержали шесть электронных петиций. Утвердили разработку проекта развития велоинфраструктуры, создание службы социального такси для инвалидов и концепцию строительства мусороперерабатывающего завода. Рассмотрели и вопрос торговой блокады на Донбассе. Блокада транспортных шляхов в Донбассе загрожує национальной безопасности Украины и нормальному життю людей. Вияловые отключения электроэнергии остаточно не вырешать основную проблему. Они могут причинить не только перебои электропостачания для населения, а также провокировать остановки предприятий, приведут к взрыву контрактов и уменьшению доходов бюджета. Мы требуем от правоохранительных органов вжить всех возможных заходов для ликвидации этого ганебного явления и вжить дополнительных заходов для борьбы с контрабандой. Данный проект решения депутаты поддержали. Экономический, я бы даже сказал искусственно созданный энергетический кризис ведет нашу страну к серьезной экономической пропасти. Мы получим рост тарифа на электроэнергию, который и так с 1 марта вырос уже на 25%. А при необходимости изыскания альтернативных источников поставки углей, это приведет в итоге тоже к росту тарифа на электроэнергию. Поэтому наша фракция подобные незаконные действия просит как можно быстрее решить и решить цивилизованным путем. Своё мнение по данному вопросу высказал и городской голова Запорожья Владимир Буряк. Моя позиция одна. Всё, что происходит в стране, должно выполняться в соответствии с законом, который существует. Закон у нас принимает Верховная Рада. У нас есть основной закон. Это прежде всего Конституция. Каждый должен выполнять всё по закону. Ближе к полуночи депутаты приняли ещё несколько важных для горожан решений. В частности, в 100 раз была снижена арендная плата за землю для жилого фонда, ОСМД и гаражных кооперативов. Увеличено финансирование системы здравоохранения. 3 миллиона депутаты выделили и на развитие сети дошкольных групп, тем самым ускорив ликвидацию очередей в детские сады. Дарья Куплеченко, Сергей Чалый, Иван Демяненко, ТВ5. Иван Демяненко, ТВ5.